Вы слушаете голос России из Сочи. У микрофона Никита Коньков. С приветом, друзья! И это Child of Light. Мы продолжаем проходить эту великолепную и красивую игру. Товары дешевеют резко. Теперь на рынке это редкость. Итак, мы зачистили подвал в прошлой серии. Теперь нужно будет идти дальше по городу. И, может быть, какие-нибудь еще квесты найдем вместе с вами. При поддержке канала NK, дорогие мои. Вы все это смотрите и воочию наблюдаете. Хранилище еще закрыто и нужен новый рынок сбыта. Вот так вот нам говорят, что нужен новый рынок сбыта. Ну, похоже, только выйти мы можем с этого места. Пойдемте порасследуем, что у нас там. Простите, сэр. Мне бы наверх подняться, постараться. В подобной экономике не стоит и пытаться. Вокруг так много беспокойства. С хранилищем одно расстройство. Грызун противный истреблять. С такими время лишь терять. Ну, в общем, недовольна наша сестричка этим грызуном. Явно. И мы туда пройти не можем наверх. Только выходить. Хотите очутиться там? Я знаю выход к тем местам. Охотно провожу вас сам. Попасть в ту крепость в вышине? Я вижу, нужно вам и мне. Тогда вперед. Ведите нас. Мы на гору пойдем сейчас. Держитесь подальше, мелюзга. Коль жизнь хоть каплю дорога. Что-то она недолюбивает мышей. Но к нам присоединяется Роберт. Похоже, он хорошо стреляет из лука. Моста здесь нет, но как же быть? У Магны помощи просить. Но никого не вижу я. И я, ау, вы где, друзья? О, небо. Нет. Гора, спасайтесь. Постойте, гости, не пугайтесь. Быть может, вам помочь? Скажите. Воды холодной? Не хотите? Благодарю. Но не сейчас. Я Магна. Рада видеть вас. И я. Вы выручьте нас. Но к нам... И все сейчас стряхнуть чуть-чуть? О нет, как тяжело в груди. Я не могу сейчас идти. Как сердце у меня болит. Стоять на месте мне велит. Но может, все-таки удастся нам до хранилища добраться? Эх, Роберт занят, как всегда. Давайте, крошки, вам сюда. И... Охохохохо. Друзья, извините. Может быть, не успел я прочесть два предложения. Слишком быстро течет текст в этой игре. Я стараюсь. И мы снова в пещере. Мы похожи в желудке большого гиганта. Вы представьте. Вы очень выручили нас. Мне нужно кое-что от вас. Предупреждала я не раз. Наш Умбра захватила счет. В хранилище откроем вход. Тогда меня признание ждет. Похоже, станем мы десертом. И как вам на горе живется? Неплохо, наш народ торговцы. Мы с магной странствуем по свету. Всегда внизу и в ишине. Торговля бодро шла вполне. Явилась Умбра. И тогда... Случилась с магной беда. В груди четыре паука и сердце будто бы в тисках. Но если магну мы спасем, она нас в замок отнесет. Итак, я так понимаю, что магна это вот тот голем, гигант, в коем мы сейчас находимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь у нас и лава, и чего-то только нету. Металл такой ужасный цвет. На первый взгляд в нем пользы нет. Но сделать из него гвоздей, булавок, сладость для детей. Детей? Для деток магны в самый раз. Цена поднимется тот час. Додуматься совсем не сложно. В обертке все продать возможно. А кто карьеру смог построить? Улыбки дамы он достоин. Кто дело смог свое развить, тот может думать о любви. Скажи, к тебе любовь пришла? Нет, что вы, это о делах. Хе, ну, хорошо, у нас тут лава, надо быть осторожным. Эликсир скорости мы открываем. И давайте откроем сферу эликсир урона. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут из навыков. У нас новый персонаж, поэтому нам стоило бы его прокачать. Антидот исцеляет выбранного союзника от недомоганий. Ну, пойдемте вот по этой уже линии и будем его здесь прокачивать. Так, хорошо, да? Где у нас тут? Беда голема или голема. Ладно. Еще открываем. Успокоительная. Здесь довольно все нетрудно пока что. Спускаемся вниз, но, чую я, нас ждет сюрприз. Да-да-да-да-да, друзья. О, черт. Целебный эликсир. Еще целебный эликсир. Дождемся паука, пока он поднимется. Сражаться я с ними не хочу сейчас. Вперед убьем пауков мы скоро. И я не буду приманкой Аврора. Пленила сердце паутина. Какая грустная картина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сердце людям для чего? Любить не выйдет без него. Бог ты мой. Вы только посмотрите на это. Это огромный паук, похоже, там. Мне не очень хочется на него попадать. Но я чувствую, придется. Паук в глаза нам посмотри. Раз. Два. Три. Хм. Конец сетям твоим. Гори. И что? И похоже, ничего, да? Угу. Странно, но ничего не происходит. И... Может быть, нам нужно что-то обыскать. Эту пещеру что-то найти. И... Да. С помощью светлячка ничего тоже не происходит. Ладно. Попробуем... Сейчас... И здесь осмотреться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сундуки. Это хорошо. Необработанный рубин. Только посмотрите, в какую бездну мы спускаемся. В хранилище лежит наш путь. Аврора, нет. К чему тянуть? Заклятие нужно снять скорее. Чтобы карьера шла бодрее? Нет. Или да... К чему скрывать? Обманешь? Правду рассказать? Веду я все эти дела, Чтоб Маргарет все поняла. Ведь ее лучше в мире нет. А взор ее, как солнца свет. А шерстка, как ее сверкает. И мое сердце просто тает. Когда хранилище вернем, Я славу быстро обрету. А вместе с этим заодно... И любовь Маргарет найду. Ну, в общем, в принципе-то понятно. Чего хочет добиться наш... Крота-крыс не страшен хитроумный кот. Любовь мне силы придает. Да, друзья. Роберт покидает отряд, Даже не успев помочь нам повоевать с нами. Даже мы его не опробовали. Странно. Беда Роберта. Чтоб состояние болмусов вернуть в хранилище, Найти придется путь. Ну, похоже, что здесь есть какой-то механизм. Построил древний склад Ромбер. Не поддается, как быть с ним. Забавный шифр найти теперь. Ну, я так понимаю, что нам нужно будет найти шифр. А, ну, давайте посмотрим, Что здесь такое. И как работает эта головоломка. Интересно. С помощью светлячка здесь, похоже, Ничего не сделать. Так, кажется, мы решили эту головоломку довольно быстро. Ага, открываются у нас... Так, давайте зарядим их. И что теперь? Готово, дверца отворилась. И от наперска польза есть. Мой друг, ты просто молодец. Скорей вперед. Все получилось. Вернул богатство я в страну. И сердце Маргарет верну. Возьмите часть себе домой. Прихватим золото с лихвой. Тебе должно быть все равно. Чужое брать запрещено. И к нам снова присоединяется Роберт. Просьба Роберта выполнена. Мы находимся где-то в тайниках. Богатство. Открываем сундуки. Необработанный цитрин, сапфир, волшебный нектар. Все это, я думаю, нам поможет. Живая вода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было зайти еще раз и хорошенечко посмотреть еще это золотое подземелье. Похоже, что больше здесь ничего нет интересного. Поэтому выходим. Вот паук меня там смущает. Что делать с ним? Паук из магны тянет всем. Сейчас вернем мы все как было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Смотрите, какой он огромный. И давайте с ним поборемся. Только, конечно же, начнем бой со внезапной атаки. Три огромных темных паука. Давайте будем бить их. Наверняка. Так. Окей. И я даже не знаю, чего боятся пауки. Ну, давайте удар молнии на всех попробуем. Вдруг. Ай-яй-яй-яй. Удар молнии на всех. Неплохо. Это было неплохо довольно, но... Слабенько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Удар молнии и ливень. Зарница. Может быть, пауки боятся зарницу? Хотя навряд ли. В этой такой адской пещере. Ну, попробуем. Нет. Зарницу они не очень боятся. Ух ты. А крепкие они, ребят, я вам скажу. Так, 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 так. Лечим, лечим нашего голема, бедного, несчастного. Ничего не сделаешь. Защита, удар молнии. И может быть, они боятся ливня. Возможно. Попробуем. Нет. И ливни, они не боятся. Это очень плохо. Что мы еще не пробовали? Ну, может быть, конечно, удар молнии можно попробовать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте, удар молнии. Нет, абсолютно магия на пауков. Бесполезно. И у нас погибает голем. Ой-ой-ой-ой-ой. Жалко-то как. Жалко-то как. Как мы его-то можем... Выберите пункт помощники для замены поврежденных. Ладно. Давайте вызовем Аврору. Да. Удар мечом. Жаль голема нашего. Отлично. Одного паука мы вводим из строя. Но у нас совсем... Совсем-совсем плохо наше дело. Давайте Роберта вызовем. Попробуем. Посмотрим, на что он способен. Волнострел. Двойное попадание. Попробуем. Неплохо-неплохо. Смотрите, Роберт. Роберт. Очень даже неплохо. Так, бьем его, бьем его. Антидот. Помеха. Двойное попадание. Попробуем. Хорошо. Но никак он у нас не хочет дойти до двойного попадания. Смотрите, а. Все-таки я думаю, что мы успеем. Да. Есть. Ух ты. Уклонение. Это было... Это было... Очень-очень... Неожиданно. Так могу сказать. Плохо-плохо-плохо наше дело. Волнострел. Хорошо. Отлично. У нас созрел цветок. Ну что ж, давайте восстанавливать здоровье. Хорошо. Пусть будет двойное попадание. Отличное уклонение. Только посмотрите, какой паук этот живучий оказался. Здесь будет волнострел. Так, звездный свет. Может быть, они звездного света боятся. Надо понять, чего... Чего они боятся, эти пауки. И... Есть. Есть. Минус один паук. Нет, звездного света совершенно. Он не боится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Антидот. Что он нам дает? Наверное, восполняет жизнь. Надо попробовать. Да. Помеха двойное попадание. Хи-хи-хи. Давайте попробуем антидот использовать на нашу красавицу. Есть. Так, мы уже поняли, да, что здесь луч света абсолютно бесполезный. Тогда пусть просто будет удар мечом. Так, соберем огнемаги. Соберем огнемаги. Хорошо. Есть. Так, ну я думаю, что настало время заменить нашего лучника. Голем у нас без жизни. Давайте на Фина. Да? На Фина? Ой, Фин у нас тоже не в лучшем состоянии. Зря, зря, зря. Давайте на нору. Оцепенение, защита, неотвратимость, ускорение, затишье. Хорошо, давайте используем оцепенение. По крайней мере, попробуем. Замечательно. Замечательно. Только посмотрите. У нас огромный получен опыт повышения нового уровня. Смотрите, сколько персонажей. Да. Минус одна паутина. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то нами недоволен. Очень. Мгм. Мы что-то сделали. Мы открыли вот эту главную паутину. Отлично, двигаемся дальше. Дальше. Куда? Не представляю даже. Давайте посмотрим, что мы тут можем прокачать из навыков. Так-так-так-так-так-так-так-так. Хорошо. Наш лучник. И еще кто-то у нас с навыками голем. Хорошо. Довольно неплохо. Давайте посмотрим на наше снаряжение. Так, манна полна. У кого тут мало жизни было? А, у голема теперь с повышением уровня. Жизнь восстанавливается автоматом. Это хорошо. В общем, получается, с этим огромным пауком... Вернее, даже мы бы уже бились с тремя пауками. Пришлось бы биться обязательно. Ничего не сделаешь. Ну, с одной стороны, это очень хорошо. Мы очень хорошо прокачались. Как вы сами понимаете, в такой игре, как эта, без... Да, нудных, может быть, боев никуда. У нас какая-то дверь. Так, похоже... Что здесь что-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, необработанный изумруд. Вот, вот, вот как хитро сделано. Успокоительное. Отлично. Эликсир для светлячка. Он нам очень будет нужен. Здесь темновато, однако, друзья. Ой, вот-вот ради чего, наверное, мы и шли сюда. У нас новая магическая пыль. Это пыль силы. И давайте мы, не знаю, у кого-то маловато силами. Ну, наверное, я думаю, что Аврору мы прокачаем силой магической. Вот-вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Еще что-то нашли. Магическое зелье. Ну, я так понимаю, что можно выходить. Мы нашли все, что возможно в этой небольшой дополнительной пещере. Вот жизнь нужно повысить Аврори. Как-то мы... Слишком уж... Ну, интересно, нам наверх... Ух ты, вы только посмотрите. У нас еще появилась пыль защиты. Сейчас мы ее тоже используем. Защита Аврора достойная. А вот защита у нашего мага совсем маленькая. Поэтому прокачаем его. Ой-ой-ой, листочек, листочек, листочек. Записка номер 9. Открылся путь, ищу секрет старинный. Все эти годы на виду, ответ лежал. Архив испытаний его не укрывал. Секрет этот велик, как тайны Рима. Вернуть Лемурии сейчас необходимо все, что забросили. Те гении бежав, в своих руках страну не удержав. И обратив прекрасный край в руины, за ночью звездный виден будущего свет. Творение Бальтазара даст ответ. Если прочесть его под знаком Эрин, объединит ли мир наш вновь все это? Ведь час от час от тени ближе к двери. Все изменить твоя задача, дитя света. Ну, вот такой вот стих. Ой, мы, кажется, прибыли туда, куда мы, в принципе, и должны, но мы здесь еще не были. Смотрите, у нас тут гости. Ну, давайте повоюем. Что делать? У нас внезапная атака. Ходить будем мы первыми. Но, конечно же, после замены я хочу поставить голема. Так, удар кулаком. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошо. И здесь, я думаю, заменим на Фина. Действие удар. Ливнем будет на вот этого вот огненного камня. Я думаю, что ему не понравится эта магия. Отлично. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Еще ливнем. И удар кулаком. Отлично. И наша победа. 2550 опыта. Новый уровень. Плюс необработанный сапфирм. Кто научил вас так сражаться? Вы на торгах бывали наших? После такого бой не страшен. Хе. Да. Так-так-так-так-так-так. Ну, прокачка у нас продолжается. Так, кто у нас тут голем? Голем-голем-голем-голем. Удар кулаком для всех. Или, возможно, обездвиживание. Плюс к силе. Давайте попробуем удар кулаком на всех. Так. Здесь мы еще явно не были. И надо осторожным быть. Эликсир урона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оплел сетями все в груди. Но магну мы освободим. Ну, конечно же, освободим. О, черт. О, черт. Мы не успели сделать внезапное сражение. Это очень плохо. Потому что они будут нападать сейчас первыми. Ладно. Что делать с ними? Ничего не сделаешь. Так, чего они там боятся? Я уже не помню. По-моему, они к молнии очень плохо относятся, да? Удар кулаком на всех. Ну, давайте попробуем. Вот, черт, а. Прервал. Прервали атаку. Неплохо, но мало. Как же мало. Так, хорошо. Давайте, может быть, удар молнии. Что там еще? Ливень, зорницу. Я думаю, что лучше поменять и использовать... Кто там был? Нора, да? По-моему, Нора. Она очень хорошо сражалась с ними. Оцепенение. По-моему, мы оцепенение как-то использовали. Использовали. Отлично. Голем защищает нас. Так, 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 так. Замешательство. Как бы нам бы его прокачать? Регенерация. Пусть будет регенерация. И оцепенение у нас этого паучка. Туда. Так. Оцепенение на всех, затишье, неотвратимость. М-м-м-м. Давайте попробуем оцепенение на всех. Вот чёрт. Хо-хо-хо-хо. Посмотрите, это было неплохо, неплохо. Оцепенение на всех. Я считаю, что очень продуктивно. Мы бьёмся. Так, оцепенение на всех. Так, соберём сначала огнемагии. Ах, всё равно, всё равно, всё равно, всё равно. Вот чёрт. Оцепенение хочется на всех сделать. Давайте ещё раз пробуем, пробуем, пробуем. Вот чёрт. Какой же он настырный. Так, нас кто-то полечил? Или мы сами? Наша магия лечебная. Так. Давайте бьём кулаком. Всё-таки я думаю, что лучше здесь сделать замену. Попробовать Рубелу. В этом случае... Кулачный бой. Кулачный бой на всех. Исцеление. Профилактика. Давайте попробуем кулачный бой на всех. Неплохо, 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 ребят. Да. Есть. Ну где наш знаменитый голем? Что-то он совсем медленный стал. Исцеление, профилактика. Давайте изменим тактику. Где наш Роберт? Волна стрел. Пусть будет волна стрел. Ну что ж, совсем чуть-чуть нам остаётся. Удар кулаком очень хочется, но навряд ли мы. Так. Есть. Какие крепкие эти парни. Живучие, очень крепкие. Двойное попадание. Пусть будет. Есть. Так, 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 так. Подлечимся. Давайте попробуем, испробуем помеху, что это такое. Отлично. И у нас снова новый уровень. Это очень хорошо. Все повышается. Необработанный цитрин. Ну вот, еще одна готова. Вот только липнет ко мне снова. Кто там липнет, непонятно. Давайте прокачаем наши навыки. Так. Отлично. Отлично. И наш голем. Хорошо. Я так понимаю, что нам нужно будет еще найти третьего паука. И только тогда у нас появится возможность... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь тупик. Здесь, похоже, тупик. Появится возможность драться непременно с главной паучихой или пауком. Не знаю, но она выглядит огромно. Да, смотрите. Еще чуть-чуть, и мы освободим. А, или, может быть, это не паук совсем. Нет, но это похоже на какого-то странного существа, который там засел и что-то высасывает. Поэтому вот в этой стране мы еще не были. Или были? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, кабан, 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 кабан. Ладно, давай с тобой повоюем. Только атаковать будем первыми мы. На нашей стороне внезапная атака. Итак, удар кулаком на кабана. С одного удара. Отлично. Здесь бы я, наверное, заменил на финна. И использовал ливень. 162. Вот это да. Вот это урон мы ему наносим. Но он такой шустрый. Безумно шустрый. Так, еще давайте ливня. Я думаю, что этого будет достаточно. Ничего себе. Так. Победили. Хорошо. Я много всякого видал. Но мышь торговца не встречал. Не хочешь трубку мне продать? Расстаться с трубкой? Никогда. Да, забавные наши персонажи. Мне так нравится, когда они начинают болтать между собой. И у нас очередной сундук. Антимагия. Так. Потихонечку, потихонечку спускаемся. Волшебный нектар. Друзья, еще раз извиняюсь. Может быть, вы слышите мой простуженный голос. Ну вот. Есть такое дело. Немножко простыл. Надеюсь, что хуже не будет. О, о, о. И с этим мы покончим скоро. Надеюсь я на это очень. Что с этим мы покончим скоро. А, ну сначала, я думаю, надо будет повоевать с ним. Зато в этот раз внезапная атака на нашей стороне. И мы три паука. Я их ненавижу, честно говоря. Их ненавижу. Так. Ну давайте замешательство, да, сделаем. Регенерация. Удар кулаком на всех. Пусть будет. Хо-хо-хо-хо-хо. Неплохо так неплохо. Ну и здесь, я думаю, замена будет. На Роберта. Волнострел. Что ж, хорошо, хорошо. Посмотрите, довольно очень хорошо мы. Сражаемся. Правда, сейчас я думаю, что... Лучше сделать антидот. Да, на нашего голема. Потому что будет волна целая. Так, удар кулаком на всех. Вот черт, а. Так. Отлично. Очень хочется все-таки сделать... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не успеваем. Отлично. Есть. 10500 очков. У нас новый уровень, друзья. Это потрясающий опыт. И у нас есть аметист. Ну, похоже, что сейчас нас будет ждать... Огромный и тяжелый бой. Но здесь еще один паук. Да. У нас тут есть... Пыль магическая. Это защита. Так. Неровный сапфир. Посмотрим, что у нас тут в инструкциях. Новых инструкций у нас нету. Поэтому давайте прокачаем наши навыки. Посмотрите, персонажи почти, почти уже прокачаны. Ну, вот, что нам осталось. Да ничего, в принципе. Мне очень смущает, что вот за вот эти вот пустые квадраты, которые вообще никак не активизируются. Но я думаю, что в дальнейшем мы, может быть, какие-то навыки еще получим. Так, хорошо. Наш голем. Голем, 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 голем. А, хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножечко не вписались. Друзья, ну, вы понимаете, да, к чему это все близится? Вся эта эпопея. Близится встреча с боссом. Она будет в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Такая вот беготня по подземельям. С вами был Никита. Подписывайтесь и увидимся. Все. Всем пока-пока.